У каждой зарегистрированной Хабаровской некоммерческой организации шанс получить субсидию до 500 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов. В городском ресурсном центре продолжается прием заявок от НКО на участие в конкурсе по предоставлению муниципальных грантов. В числе прочих участников заявку подала и Федерация бокса Хабаровского края. На какие цели они хотят направить муниципальную субсидию, выясняла Наталья Чернышева. Краевая Федерация бокса зарегистрировалась одной из первых. В этом году они планируют вновь организовать соревнования по интерактивному боксу, а на средства гранта приобрести игровые приставки в подарок для пяти хабаровских коррекционных школ-интернатов. Хотим сделать такие подарки, чтобы они могли свободно от учебы, от домашних даний время поиграть, почувствовать, чтобы в дальнейшем тоже подготовиться к соревнованиям. Когда вот вместе, тогда и как раз все и получается. Поэтому мы немного помогаем в этой жизни и в этих движениях как раз для того, чтобы мобилизовать человека, понимаете. Проявить интерес ему в жизни, потому что всякое бывает. А вот интерес жизни, настойчивость, поступательное движение, вот это как раз важно. Интерактивный бокс официально признали спортивной дисциплиной в России два года назад. В 2019-м Краевая федерация бокса провела в Хабаровске два чемпионата. Кто круче на ринге, бойцы выясняли, не вставая со стульев. При этом в виртуальном пространстве действовали те же правила, что и в реале. Правила компьютер сам выдает. Правила те же самые, что в боксе. Нельзя бить головой, локтями, ногами. Вот эти все правила входят туда. Нельзя добивать. Спортсмен, который сидит с жестиком на руках, он должен все равно чувствовать. Чувствовать, когда надо уйти, когда надо атакующие действия совершить. Чтобы принять участие в конкурсе и побороться за муниципальный грант, заявление и пакет документов НКО могут приносить в ресурсный центр. Срок подачи заявок с 14 до 29 мая. В этом году на реализацию социально значимых проектов из городской казны будет направлено 5 миллионов рублей. Из 11 претендентов, уже подавших заявки, 7 отправили устранять недочеты. Самые первые подали это Совет ветеранов Хабаровский, Приход Николая Чудотворца, Федерация бокса и Арт Хабаровск. Это общественное мероприятие на прудах, грандиозное, массовое. Поэтому мы ждем, возможно ли эту заявку будет воплосить в жизнь, так как пока неизвестно, будет ли разрешено проводить массовые мероприятия. Кто еще будет бороться за муниципальный грант и каким НКО достанется городская субсидия, узнаем в начале июня. Наталья Чернышева, Николай Трохин и Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. В этом году многие руководители некоммерческих организаций сомневаются, стоит ли подавать заявку по тому, как срок реализации проекта из-за пандемии очень маленький. С 1 августа по 29 ноября. И за 4 месяца даже сумму в 500 тысяч рублей не всегда можно реализовать, я так понимаю, и освоить. Но мне почему-то кажется, что особенно в таких сложных условиях сейчас все-таки будет какое-то то самое поступательное движение навстречу. Не давать деньги на проведение мероприятий и не проводить их, это, мне кажется, не очень вариант. И поэтому мы будем надеяться, что все вместе какое-то общее решение разработают.